Театр начинается, как говорится, с вешалки, а туризм с общественных туалетов. В Узбекистане начата так называемая туалетная революция, которая позволит создать жителям и гостям республики комфортные условия во время путешествий. До 2022 года в стране освободили от таможенных платежей поставщиков антивандальных санузлов и местным предпринимателям за установку и ремонт уборных также предоставят значительные налоговые льготы. Подробнее в нашем следующем сюжете. По плану развития туризма в Узбекистане в ближайшие пять лет число путешественников, приезжающих в страну, должно достичь 9 миллионов человек. Гостей есть чем удивить и есть что показать. Сотни древнейших культурных объектов готовы принять новых посетителей. Но вот с инфраструктурой в целом и общественными туалетами в частности есть явные проблемы, признают парламентарии Узбекистана. Потому в стране решили провести для начала их инвентаризацию, а затем масштабный ремонт и строительство. Сейчас большое внимание уделяется именно тому моменту, чтобы в любой точке Узбекистана туристы могли бы воспользоваться нормальными современными туалетами. Приезжали по этому вопросу со Швейцарии, с Бельгией, с Голландией. Бизнесмены предлагали свои предложения. И очень много интересных вопросов на сегодняшний день находится в процессе решения. Чтобы предложений из-за рубежа было больше, иностранных предпринимателей, занимающихся устройством санитарных узлов, до 2022 года освободили от таможенных платежей. Местным компаниям за строительство и содержание общественного туалета на прилегающей территории также предоставлены солидные льготы. Так, предприниматель теперь должен платить налог только за прибыль, которую он получит от туалета. Расходы же на его строительство остаются необлагаемыми. К примеру, если налогооблагаемый доход в конце года составит 10 тысяч долларов, а на строительство и обустройство туалета предприниматель потратил 7 тысяч долларов, то налог государство наложит лишь на оставшиеся 3 тысячи. По указу президента вопросам об устройстве и комфорта сейчас уделяется большое внимание. По всей стране эта проблема взята на контроль. Предпринимателей стала заботить чистота организации современных условий. За строительство и содержание им предоставляют налоговые льготы. В потребности об устройстве уборных есть и морально-эстетическая сторона вопроса. Священные места издревле принято посещать в чистом и опрятном виде. А значит, установка санитарных узлов, близ памятников и храмов и обеспечение в них комфортных условий не просто требование времени, но и моральный долг, считают узбекистанцы.